МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Азрей Таркенов. Это программа «Здесь и сейчас». На данный момент на территории Кабардино-Балкарии проходит фото-видео-фестиваль «Два крыла». У нас в гостях директор этого проекта Расул Баташев. Расул, здравствуйте! Здравствуйте! Фестиваль «Два крыла» уже стал традиционным. Второй год действует. Мы уже встречались. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о фестивале и чем он отличается от прошлогоднего. Фестиваль фотографов-видеографов Северного Кавказа это, во-первых, очень крупное событие, по крайней мере, по этому году. Здесь у нас соберется более 200 фотографов-видеографов со всей страны. А также с ближнего зарубежья у нас тоже есть люди, которые приезжают. То есть масштабы набирают колоссальные? Да, масштабы набирают. Почему? Потому что это тема, которую мы затронули именно по фестивалю. Это образовательная часть, это культурная программа. Она интересна многим фотографам, видеографам. Они откликаются на это и очень рады приезжать, потому что прошлый фестиваль у нас очень хорошо прошел. Все остались довольны, много эмоций, восторгов, комментарий в инстаграмах. То есть фестиваль прошел удачно. И я думаю, что дальше, даст Бог, у нас будет все и больше, и больше участников, которые будут давать очень хороший, качественный контент на благо Северного Кавказа. Расул, а вот первый фестиваль это был пробный такой эксперимент или все-таки нацел был и в дальнейшем продолжать его? В принципе, я бы не сказал, что это был пробный. Почему? Потому что до начала фестиваля мы уже участвовали, как выставили наш фестиваль на получение гранта на форуме «Машук». Мы благодаря хорошей работе нашей команды и пониманию руководства «Росмолодежи» и «Машука» мы получили грант. В этом году мы работаем именно по этому гранту. А что касается того, что пробный или как, ну, знаете, первое, что первое делаешь, это всегда пробуешь, да, и смотришь на то, как получать, на то, как люди к этому относятся. И действительно, мы решили не останавливаться, а развиваться все больше и больше. И вот планы на следующий год у нас уже затронуть все субъекты Российской Федерации. То есть, в каком плане? То есть, информацию подавать во всех субъектах, на всех телевидениях, на всех радио, на всех печатных СМИ, рекламных агентствах, чтобы вся страна узнала, что есть такой замечательный фестиваль, куда можно приехать, получить образование, насытиться культурной программой, насытиться природой, локациями, которые очень замечательные у нас есть. Вы сами знаете, что Северный Кавказ — это одна большая съемочная площадка. Поэтому я думаю, что в дальнейшем он тоже будет иметь успех. Фестиваль сейчас проходит в самом разгаре. Он идет с 1-го, 4-го по 10-го сентября. Расскажите, что ждет участников, какая у них программа, как проходят их будни? Ну, у нас более... у нас 15 спикеров. 15 спикеров — это спикеры из Ленинграда, с Москвы, с Ростова. С Пятигорска, то есть с разных субъектов Российской Федерации. И эти спикеры — профессионалы своего дела. Эти спикеры — это те люди, которые работают на крупные компании, такие как Coca-Cola, Ariflame. Они создают рекламу, они создают образы. И они вот сейчас проводят обучение. Это мастер-классы обучения. Да, мастер-классы, обучение, тренинги, конференции, где обсуждаются вопросы. То есть здесь еще очень замечательная программа представлена и с нашими спонсорами и партнерами. Это и компания Tamron, и компания Fujifilm, которые привезли свою технику, рассказывают о этой технике, о новинках, о новых гаджетах, которые используются в фото- и видеоиндустрии. И всем это очень интересно, и это очень занимательно. Почему? Потому что можно это увидеть и в интернете, но попробовать, пощупать и попробовать поработать на этой новой технике, это предоставляет возможность именно наши партнеры, такие как Fuji и Tamron. Еще есть магазин «Фотогората», который также предоставляет фототехнику на пробу. И также привезли очень много замечательных призов. Как попадали участники к вам на фестиваль? И по подсчетам, какое количество их? Ну, попадали очень просто. У нас есть свой сайт, фестиваль 2окрыла.рф. На этом сайте была открыта регистрация. Для регистрации было необходимо всего лишь заполнить заявку, которая там же и оформлялась на сайте. Участие было совершенно бесплатно. Бесплатных мест в этом году у нас на фестивале было 200, на 200 участников. Но в связи с тем, что, честно говоря, мы даже сами не ожидали такого наплыва участников, у нас регистрация закончилась меньше, чем за месяц. Меньше, чем за месяц у нас набралось 200 человек участников. А остальных участников мы смогли взять только на платной основе. И то платная основа, это в нее входила стоимость только проживания и питания. А все мастер-классы и посещения, конференции, лекции, оно все совершенно бесплатно. Но им надо было прийти как-то со своими работами, что-то показать, что вы сделали? Да. Дело в том, что действительно мы отбираем на данный фестиваль именно фотографов и видеографов. Каким образом? При регистрации люди отправляют нам 5 фотографий, и если это видеограф, 2 свои работы, видеоработы. Мы смотрим на то, как работает человек, смотрим на его соцсети, смотрим на его инстаграм, то есть смотрим, насколько он живет этой фотографией, действительно ли он хочет заниматься в дальнейшем этим видом деятельности. И уже смотря на это мы приглашаем участника на сам фестиваль. А каков итог? Кто-то победит, кто-то выиграет, кто-то получит приз, номинации? У нас много и номинаций. У нас в этом году и объявлен грант от фонда мира, с которым у нас прошли успешно переговоры. И фонд мира предоставляет в этом году, открывает в этом году грант в размере 100 тысяч на лучший фото-видеоматериал на тему культура и сохранения национальных традиций. Здесь вопрос именно связан с тем, чтобы люди работали в течение года после фестиваля и предоставляли уже на следующий фестиваль свои работы. И в общем жюри уже будет решено, кто получит этот грант. Ну а на самом фестивале проходит также конкурс по работам, которые были сделаны на фестивале «Два крыла», и там около 10 номинаций. И по каждой номинации их ожидает приз, награда. А также каждый день мы объявляем квесты, по которым от наших партнеров и спонсоров тоже предлагаются подарки, призы. А вот фотография и видео, они как-то расцениваются по одним критериям? Нет, конечно. Ну вот фотография это одно, это все-таки статика, а видео здесь это динамика. Естественно, они рассматриваются в разных номинациях, и поэтому есть и по номинации «Лучший видеоролик», «Лучший бэкстейдж», то есть который раскрыл полностью сам фестиваль, который раскрыл тему, которая была задана, то есть таким образом. А что в основном выбирают участники? Что им легче или ближе? Ну, выбора как таковой у них есть. Почему? Потому что представлены разные локальные съемки. Это и портретная съемка, и пейзажная съемка, и фэшн-съемка. И то, что им ближе, они сами уже выбирают. У нас даже сам рабочий день построен таким образом, что в один час проходит несколько лекций. То есть лекция по портретной съемке может идти, по пейзажной съемке и, допустим, по фэшн-съемке. И человек, что ему ближе, он то выбирает и идет на этот мастер-класс или на эту лекцию. А может быть так, у кого-то из участников очень дорогой фотоаппарат, но объект он выбрал не совсем, может, удачный. А кто-то выбрал объект удачный, но его техника не позволила передать те насыщенные краски, может, те тонкости все технические. И в итоге перед жюри станет выбор, кому дать призовое место. Ну, тот как получает. Ну, знаете, фотография ценится, конечно, я понимаю, что по качеству, да, но в большей своей степени фотография ценится по ее насыщенности, по ее наполненности смыслом. И здесь качество не имеет значения. То есть это может быть фотография даже с телефона? Да, даже, ну, я не скажу, что, ну, конечно, да, хотя современная техника способна давать очень качественные фотографии. Это даже может быть фотография из телефона, то есть человек, если он поймал момент, и этот момент действительно соответствует именно вот удачному моменту, да, то есть удачному кадру, который показал какую-то ситуацию и открыл ее полностью, и на ней задерживается взгляд, тогда, да, естественно, этот человек станет победителем. У нас есть как раз сейчас возможность, дорогие наши телезрители, посмотреть несколько работ, несколько фотографий участников с фестиваля «Два крыла». Итак, насколько я знаю, это всеми любимый олень, и живет он в Учке, Кене. Итак, ну, мне этот олень знаком лично, мы снимали также передачу «Поехали». А я его почему запомнил? Вот я даже вижу, девушка, кажется, кормит его, как я, семечками, да, траву ему мы давали, он не ел, а вот семечки есть как человек. Ну, на этой фотографии задумка – это мастер-класс Татьяны Кишельгов, арт-фэшн-фотограф с Москвы. Здесь у нас полностью декорация была оформлена компанией «Ольга Флёр» с города Пятигорска. Ну, и вот много разных вариаций этой фотографии, конечно, есть, но одна из фотографий, которая нам больше приглянулась, это вот эта. Здесь показаны именно и чувства, и внимание девушки к вашему олененку, к нашему олененку, так как он был и у вас, и у нас. Поэтому фотография очень хорошая и выполнена очень качественная. Можно следующую. Фестиваль Холли, красочный фестиваль, который также полюбился жителям Курочево-Черкесии. Это сделано у нас, наверное? Нет, это сделано также на фестивале. А, там же? Да, на фестивале у нас проходил Холли-фестиваль, где участники и волонтеры, то есть все, кто принимал участие в фестивале «Два грала», приняли участие. Ну, Холли запечатлись сфотографировать, неудачно, наверное, практически нереально. Да, но очень опасно, потому что фотоаппарат может полностью забиться и засориться. Отчаянный фотограф. Наверное, с дорогой техникой не фотографировали на этом. Ну, возможно, возможно. Так, можно следующую. Ну, это вот уже с Арсеном Алабердовым выезжали группа в сторону плато Бермамыта, и там это уже были сделаны. Я думаю, что Арсену не повезло. Через несколько мгновений, наверное, он был мокрый, так как тучи надвигаются, и вот-вот он ливанет. Да, ну, у нас еще ребята были около 20-30 ребят, которые с ним тоже были, ну, я думаю, они успели. Вот давайте на примере покажем нашим телезрителям взгляд обычного обывателя, меня, и взгляд профессионала-фотографа. Ну, я вижу природу, красоту и такую стихию, как бы, которая надвигается. Вроде красиво и страшно, а вот ваши комментарии. Ну, знаете, вот во всем этом красивом и страшном, если вы обратите внимание на правый угол фотографии, есть солнышко, которое также борется со всей этой стихией. То есть здесь можно рассмотреть разные смыслы, но мне чем эта фотография нравится, то, что она показывает именно рельеф местности, рельеф очень красивый, есть тона, полтона, тени глубокие. То есть здесь показана именно вот местность перед стихией, да, и то, что вот перед стихией как раз вот происходит борьба между вот светом, да, то есть буквально через несколько минут там все станет серым и некрасивым, а тут вот именно в самый последний момент это было снято. Итак, давайте посмотрим следующую. Ну, это тоже видение Татьяны Кишельгов, это арт-фэшн съемка, девушки были представлены в таких интересных костюмах на рассвете, это, насколько я помню, они выезжали в 5 часов утра. А они соответствуют тематике? Ну, я думаю, что видение вот самой Татьяны в этом плане, если там мы посмотрим другие кадры, то, возможно, да, почему? Почему? Потому что мне самому сложно судить эти кадры, почему? Потому что я больше по пейзажу работаю сам, да, но есть профессиональный жюри, который смотрит на это все и решает, как было сделано. Здесь эмоции. Ну, вот тут, наверное, самая большая дружба между хозяином и конем. Да, здесь. Потому что не каждый смелится вот так вот близко подойти к лошади. Ну, здесь больше эмоциональный снимок, который показывает именно. Вот показали бы еще в глаза лошади радостные, было бы вообще замечательно. А вот юмористическая какая-то основа приветствуется? Конечно, юмор всегда приветствуется. Позитивный снимок и первое предположение. Хозяин стога, наверное, их заметил, и они как бы решили резко... Ну, назовем это неудачный сенокос. Надеюсь, приземление было удачным? Да, приземление, наверное, постелили побольше сенок, но здесь у нас уже тематика отец и дочь. Это тоже популярный фотограф Кабардино-Балкарии Эльдар Кушхов со своей дочерью выступили в роли модели. Это фотосессия, мастер-класс спикера Евгения Юлкина. Шикарная фотография в образе Испании или Грузии? Больше сказать Италии, наверное. Италии, да. Да, больше сказать Италии, но представлено именно нашими колоритными девушками и парнями. Ну, этого, наверное, мужчину я не знаю, как по имени зовут, но он там же работает чуть ниже Медового водопада, прокат лошадей. Очень понравилась его борода, и, как видите, он очень удачно попал в кадр. А как будто всю жизнь опозировал и работал моделью. Ну, да, получается так. А здесь модели у нас с модельного агентства города Нальчика. Нальчик-подиум представлен. И здесь это также мастер-класс Татьяны Кишельгов на тематику семейной ценности. Как будто кадр из фильма, прямо вот очень качественно. Так, можно следующую. Это все тот же мастер-класс. Итальянская, итальяно-кавказская романтика. Да. Вот это просто шикарная фотография, на мой взгляд. Ну да, очень удачная. Как будто пожар. Да, как будто пожар смотрится, но это действительно ранее-ранее утро. Это буквально солнышко вот только встало. И табунчик выгоняет лошадей на пастбище. Очень хорошая фотография. Да, у него, мне кажется, большие шансы. Джигит. Уставший джигит. Уставший или влюбленный джигит. Может быть. Можно по-разному интерпретировать. Поэтому свет тоже поставлен очень грамотно, красиво. Если мы видим здесь и сработанный рисующий, и контровой свет, и проработаны кадры, и тени. То есть сама работа очень хорошая. Честно говоря, хотелось бы тоже сказать, кто это сделал. Но вот я всех не могу запомнить. Поэтому я знаю некоторые фотографии авторов. Потому что фотографии более полутора тысяч. И запомнить это очень сложно. Но тут также черно-белая романтика. Парень-девушка и на фоне их НЛО. Падающая шляпа сделаем. Падающая шляпа. Да, НЛО мы еще не снимали. Но они обещали, что они прилетят к нам на фестиваль на следующий. Все. Будем ждать. Так, можно следующую. Тоже шикарная фотография. Очень насыщенная тематика. Если я не ошибаюсь, это плато Бермамыт. Да, это плато Бермамыт. Платье было нам предоставлено любезной Мадиной Хацуковой. Это модельер-дизайнер из Кабардино-Балкарии. Девушка-модель также от модельного агентства Нальчик Подиум. И здесь у нас это мастер-класс тоже Татьяны Кишельков. А вот и понятно, в кого влюблен в шаги и за кем он смотрит. Да, конечно. Но здесь тоже я хотел. У нас вообще на фестивале традиция такая, что модели подобрать иногда бывает очень сложно. И мы смотрим иногда друг на друга. Вот ты пойдешь на модель, все отлично, переодеваем. Ну, как всегда, на съемочной площадке, в массовке, кто поучаствовал. А здесь именно моделью у нас выступил также фотограф, очень популярный фотограф. И также он являлся спикером на фестивале. Это Максим Керженцев. Он вот на этом кадре. Это ночная съемка. Медовые водопады? Да, это медовые водопады, ночная съемка. Придали свет, освещение искусственное? Освещение, да, искусственно было придано. Оно было придано вот с самого комплекса. Это прожектор направленный? Да, был направлен прожектор. Нет, освещение немного уходит в эту сторону. Попросили прожектор повернуть, и вот что с этого получилось. Замечательно. Это Млечный путь, запечатлен на снимке. А вот я как-то замечал, что фотография передает Млечный путь лучше, чем человеческий глаз. Мы видим на самом деле. На самом деле вот так вот. Да, естественно. Почему? Потому что светочувствительность у объектива и матрицы, она намного выше, чем у человеческого глаза. К сожалению, пока так. Это тоже снимок сделан именно вот этой скалы, которая есть. Рим-гора, кажется. Да, Рим-гора, да. Рим-гора и... Нет, это не Рим-гора. Не Рим-гора. Не Рим-гора. Это вот прямо находится, это гора прямо напротив Медов. Я не знаю ее точного названия, но... Очень красиво. Очень красиво получилось. Это уже рассвет уже был там просто светили? Или уже закат шел? Знаете, я вам так скажу. Так как светочувствительность большая, то если это где-то часа 3-4 утра, то это уже будет рассвет. Мы глазом своим не видим, но камера уже может видеть, что лучи света начинают. А как придали такой масштабный пучок света? Потому что практически захватили всю гору, его даже на соседнюю перешло. Ну, тот же прожектор, который работал в ту сторону, мы его развернули только в другую. Вот бы в машину такую. Так, едем дальше. Ну, это уже наша фотография, всем нам любимая программа «Здесь и сейчас». Мы продолжаем. Расул, давайте немного поговорим о вас. Как давно вы занимаетесь фотографией? Ну, фотографией, честно говоря, я занимаюсь очень давно. А профессионально я занимаюсь не так давно, это около 6-7 лет. Вот у меня такой вопрос. Сейчас просто огромное количество молодежи, кто заниматься стал фотографиями, много любителей. С чем это связано? Это мода? Это время такое? Это техника, которая стала доступной, интересной? Вот ваши комментарии. Ну, знаете, я вам так скажу, что вот сейчас мы живем в век медиа, да, а медиа, так сказать, очень много в нашей жизни. Это и соцсети, и телевидение, и интернет, который нам показывают. И здесь связано, конечно, для меня, как для человека, который помнит то время, когда не было такого глобального засилия медийного пространства. Ну, то есть медиа, для меня это немножко странно кажется, но все равно есть у каждого времени свои какие-то правила, есть у каждого времени свои направления. И здесь именно это связано с тем, что, как вы сказали, да, действительно, фотоаппарат стал доступнее, и сама процедура получения фотографий стала более доступной. Если мы помним старые времена, то это была проявляция, да, это проявитель, фиксатор, да. А если засветить еще ее? А если засветить, то вообще ничего не получится, и ты до самого последнего момента не знаешь, что у тебя получилось. Ну, а сейчас это, конечно, да, техника, но я бы не сказал, что она стала доступной, именно профессиональная техника, потому что профессиональная техника осталась такая же дорогая, то есть здесь вопрос идет более полумиллиона даже рублей стоит одна камера. Но есть средства, которые можно, с помощью которых можно выкладывать в интернете, и это очень качественный контент получается. И люди сейчас передают эмоции, свои настроения именно с помощью фотографий и видео. А почему стало много? Ну, потому что, знаете, спрос рождает предложения. То есть если у людей, людям хочется показать себя, да, там намного лучше, да, то есть сделать хорошие кадры, провести фотосессию, рассказать о своей семье, о своих каких-то переживаниях, чувствах, в своем бизнесе. Но это все рассказывается через фото и через видео. И поэтому здесь и такое количество и фотографов, и видеографов, которые рождаются именно сегодня. Но опять же здесь вопрос стоит о качестве и о том, как это подается. И вот мы с помощью нашего фестиваля хотим улучшить именно и качество, и как это подавать, как это правильно подавать. То есть иногда бывают фотографии, которые способны повлиять на мировоззрение людей, и люди начинают оценивать по этой фотографии человека, начинают оценивать события, да, там какое-то. То есть с помощью медиа мы все знаем, что сейчас разворачивается очень глобальная информационная борьба. Вот вы сейчас настолько в точку попали, потому что мне в детстве запомнилась одна фотография. В лесу это такой мох, такая тень небольшая. В основном это такое темное место было. Ну, в общем, мне запало в душу. И вот спустя много лет я искал вот примерно что-то такое для души. И по сей день люблю природу, часто выхожу в походы. И я думаю, что именно как раз этот сломанный момент и произошел тогда, как вы сказали. Ну, знаете, еще вот что я хотел сказать по поводу информационной борьбы. Вот, допустим, как можно легко представить любую территорию, ну, непривлекательной, да, там. То есть если мы заснимем там кучу мусора, да, там или еще что-то. То есть, естественно, люди уже будут смотреть на это более негативно. Если мы покажем красивую природу, да, покажем красивых людей, покажем эмоции, покажем радость, это будет притягивать людей. В конце концов, есть фотографии, которые не только повлияли на мировоззрение, но и изменили людей. Повлияли очень сильно на, допустим, есть фотография, много такой цикл фотографий, которые мы знаем вот про Африку, про войны, да. Это те фотографии, которые остаются у людей вот на подсознании, и они уже, да, они считают, что это плохо, или там это, то есть этого стоит бояться, да. То есть здесь, естественно, от того, как это подается и как это дается людям вот именно вот в глобальное это пространство, от этого много зависит. Ну и, конечно, сам Северный Кавказ, ну мы все здесь уже живем немало времени, и вы, и я, и мы прекрасно знаем историю, мы прекрасно знаем, что было в прошлые годы, да, там, десятилетия назад. И надо как-то поменять именно то мировоззрение, которое сложилось у некоторой части населения Российской Федерации, да, стереотипное. Поменять, показать, что Северный Кавказ, он добродушен, он гостеприимен, он замечательный. Здесь есть замечательные люди, замечательные обычаи и традиции, которые мы сохранили, и которые мы стараемся не потерять. И с помощью тех же фото и видеоматериалов мы можем это сохранить. Расул, как профессионал, скажите, какие в основном совершают ошибки начинающие фотографы? Покупают дорогие камеры. Дорогие камеры? Да, покупают дорогие сразу камеры, а потом не знают, что с этим делать. Ну, а ошибки, я вам скажу так, что, да, естественно, ошибки это в первую очередь в образовании. А в образовании? В образовании в плане того, что есть камера, она снимает замечательно, люди готовы работать дальше. Но, знаете, фотограф развивается все с большим и большим количеством кадров. Ему все меньше становится хватать качества фотоаппарата, все меньше начинает, то есть он хочет больше, больше и больше. Но здесь не стоит зацикливаться на оборудовании, здесь стоит остановиться и понять, почитать, почитать ту же художественную литературу, почитать литературу классиков, почитать о том, что такое живопись, искусство. То есть вот в этом направлении тоже поработать, и тогда человек начнет понимать, что есть определенные правила фотографии, а не говорить всем, что я так вижу, и значит, эта фотография удачна. Здесь, конечно, да, молодому поколению, которое растет и которое взяли камеру в руки, хочется сказать, что, ребят, просто иногда понимаете, что вы снимаете, понимаете, что вы выкладываете, понимаете, как это сделать, понимаете, для чего это делать и насколько это нужно вам. Расул, вы уже чуть ранее сказали, что вы любите фотографировать не людей, а природу. Назовите самую любимую фотографию и самую сложную, и может быть даже интересную. Ну вот самая любимая и является самой сложной. Совпало. Почему? Потому что все, что нам достается с трудом, оно всегда более близко и к сердцу, и к разуму, поэтому это рассвет, вернее, закат на Эльбрусе, я снимал его с высоты около 3600 метров, вот, там очень замечательные краски, это было зимой, где-то около минус 23-24, камера постоянно разряжалась, очень было сложно, поэтому, ну, вы немного не правы в том, что я не люблю снимать людей. Да, но я не люблю снимать свадьбы. Свадьбы? Да, я не люблю снимать свадьбы. Люблю, конечно, молодожен, люблю эту эйфорию, люблю сам праздник этот, но на самом мероприятии работать, да, здесь для меня это не так. Мне нравится более... Уединение? Да, более плотный подход, более, с более такой расстановкой, чтобы не считаться со временем, да, там, то есть здесь надо ждать момент, чтобы можно было. А на свадьбе все, у нас свадьбы тем более шумные, шумные, да, все в суете, и здесь можно, конечно, снять, сделать свадебную съемку уже после свадьбы, да, где жених и невеста, друзья, знакомые, они уже более свободны, да, там, у них эмоции уже немного поугасли, и жених и невеста не так нервничают, потому что для невесты это стресс, для жениха это стресс, и получить более каких-то чувственных таких фотографий, получить такие чувственные фотографии, будьте живы. Поэтому я всегда говорю, что надо снимать это после свадьбы, или, ну, собирать, находить время для жениха и невесты, выезжать на природу, и на природе делать замечательные кадры, которые останутся на долгую память. Рассел, такой вопрос, а вот самая долгая фотография, понятно, это одна секунда, сам технический момент, это все остается как бы одним этим кадром, но вот добраться туда, подняться, найти, именно вот по природе понять, то есть подстроиться под дождь, под закат, под солнце, вот наверняка у вас есть тяжелые истории. Ну, самое долгое, это к ней готовился почти год. Год готовились к фотографии? Это как раз, может, Эльбрус, или нет? Нет, это не Эльбрус, это не этот кадр, я до этого снимал кадр, это проход Млечного Пути над Эльбрусом. То есть я хотел поймать именно тот момент, когда Млечный Путь находится между сопок Эльбруса ровно. И, то есть, уже в интернете я смотрел, как это, в какое время это можно, ну, в соответствии с позицией. А уже были такие фотографии? Нет, такой фотографии не было. Но вы знали, что так бывает? Да, я знал, что так бывает, естественно, до этого я был в Желусу, это увидел, это меня поразило, и решил на следующий год это обязательно сделать. И вот приехал, добрался, выжидал, снял, кадр тоже у меня есть, у меня на странице на Фейсбуке. А это ночная фотография? Да, это ночной снимок. То есть вы подобрали, когда нет облаков? Да. Когда не туманно? Да. И год к этому готовились. Ну, я вам скажу так, что есть фотография, вот очень, буквально недавно этот материал, кстати, выходил и по Первому каналу, и по НТВ, насколько я помню. Не помню, как звали самого фотографа, но он в течение пяти лет сделал около 76 тысяч кадров, только для того, чтобы поймать момент, когда птичка клювом касается воды. И он поймал все-таки. Вот это выдержка и терпение. Да, фотографы больные люди. Больные по-хорошему своим делом. Так, расскажите, вы, фотография, это у вас основная работа или все-таки как хобби? Это было хобби, которое стало основной работой. Не жалейте. Нисколько. Ну что ж, Расул, наша передача подходит к концу, и я вам желаю, знаете что, чтобы вы всю жизнь искали нужный кадр, самый красивый кадр, и все-таки нашли его. Спасибо большое. И вам успехов. Спасибо. Спасибо. А это была программа «Здесь и сейчас». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До скорого. Спасибо. 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 Спасибо.